Северный шарик на интернете касается глиосоциальной поверхности системной скорости и вытекает альфа до результата на поверхности земли начинает падать со стоянной ботой другой такой же шарик шарики абсолютно высокие и вытекает шарик ну такая задача была на пробном ЕГЭ в принципе решение указанное неверное давайте разберемся с этой задачей попробуем ее решить итак дано дано значит у нас дается скорость в нулевое угол альфа ну масса шариков одинаковы один равно и два вот меня записывать не буду это следует от условия задачи и попробуем эту задачу решить значит найти время ТАУ вот так ТАУ обозначается решение то есть надо сделать рисунок то есть у нас земля вот бросили мы шарик с начальной скоростью в нулевое угол альфа вот он летит определенно где-то в каком-то месте предположим давайте сделаем правильный рисунок этот шарик будет иметь две составляющих скорости то есть одна у нас в нулевое икс вот я напишу без вектора сразу давайте так разобьем эти скорости на две координатные оси оси икс вот у нас оси икс и оси у икс причем мы можем в принципе эту оси вниз направить но пока так значит что у нас получается в каком-то месте предположим что это место соударения вот через какой-то промежуток времени у нас произошло соударение с другим таким же шариком который падал вниз да с ускорением свободного падения он падал вниз я эту траекторию так вот распишу и значит в этой точке у нас вот этот второй шарик имел скорость давайте напишем v2y ну почему y оно понятно потому что движение происходит по оси y а первый шарик имел скорость v1y y дело в том что по условию задачи шарики абсолютно неупруга сталкиваются в воздухе сразу после столкновения скорость шариков направлена горизонтально это что значит это значит что в результате абсолютно неупругого удара эти скорости друг друга скомпенсировали то есть поскольку массы шариков одинаковые то соответственно их импульсы направлены со стороны первого шарика вверх а со стороны второго шарика вниз вот вот это у нас будет таким очень важным моментом для этой задачи ну давайте мы и распишем предположим что время соударения вот этих шариков момент соударения обозначим zt попробуем его найти попробуем найти ну первое это время нужно расписать для первого шарика ну вот я цифру один поставил что же получается то есть наша задача сейчас сводится к такой задаче чтобы посчитать то время когда вот этот шарик допустим достиг некой высоты я его обозначил h1 ну вот задача простейшая сводится к нахождению времени вот предположим что это высота давайте обозначим h1 оно будет определяться как значит v нулевое на синус альфа минус g t квадрат делить на 2 с одной стороны скорость второго шарика v2y определяется с другой стороны скорость второго шарика v2y определяется так как g на это же время t вот это v2y это та скорость которую имел бы вот этот второй шарик при падении с определенной высоты ну эта высота нам неизвестна она нам ничего не дает мы исходим из времени вот с одной стороны с другой стороны v1y это та скорость как точнее это составляющая скорости первого шарика на высоте h1 через время t вот это скорость v1y давайте распишем так начальная скорость v0 на синус альфа минус gt вот объединяем этих два уравнения и поскольку по условию задачи шарик будет двигаться горизонтально лишь в том случае когда эти скорости будут одинаковы вот то есть они друг друга гасят я уже об этом говорил значит отсюда получается что g на t равно v0 синус альфа минус gt получается значит так переносим влево получается 2g t равняется v0 на синус альфа и вот это время t это получается v0 на синус альфа делить на 2g вот вот что у нас получается то есть мы нашли то время когда шарик из ну вот первый шарик из поверхности земли через вот это время t ударился со вторым шариком который на него падал вертикально теперь они стали оба вот и наша задача найти время давайте обозначим его t2 т2 уже время падения двух шариков с этой высоты с этой высоты с высоты вот и обозначил h1 ну чтобы нам найти это время уже наша задача сводится в той задаче когда шарики просто падают с некоторой высоты h1 вот ну хотелось бы эту высоту h1 сначала найти поэтому давайте мы сначала эту h1 найдем потом уже найдем и время падения потом чтобы найти ответ нужно время t сложить с временем t2 вот поэтому давайте попробуем найти h1 как находить ну чтобы найти h1 нужно наше время t поставить в это уравнение вот то есть h1 равно в нулевое на синус в нулевое на синус альфа умножить на в нулевое на синус альфа делить на 2g минус g так здесь 2 и получается в нулевое квадрат сразу возвел синус квадрат альфа делить на 4g вот что мы получили квадрат так не забываем здесь g сокращается частично что остается h1 равно в нулевое квадрат синус квадрат альфа делить на 2g минус в нулевое квадрат синус квадрат альфа делить на 8g так теперь получается мы можем в нулевое квадрат синус квадрат альфа деленное на 2g вынести в за скобки получается 1 минус 1 так четвертая так вот можно подвести к общему знаменателю тут умножить на 4 получается значит h1 равно в нулевое квадрат синус квадрат альфа делить на 2g 4 минус 1 делить на 4 так получается значит h1 равно в нулевое квадрат синус квадрат альфа умножить на 3 делить на 8g ну я такую операцию проделал хотя можно было сразу это и записать так вот это у нас h1 и вот теперь зная h1 можем найти и вот наше интересующее время падение уже двух шариков с данной высоты вот но поскольку у нас движение происходит в безвоздушном пространстве суть свободного падения и при свободном падении у нас ускорение не зависит от массы один шарик или два шарика они на землю падут через одинаковое время ну давайте найдем это время воспользуемся стандартным стандартной формулой я думаю это не сложно так вот она h умеется gt квадрат на 2 когда тело падает безначальной скоростью я думаю это формула многим известна отсюда получается т равно корень арифметический квадратный из 2h делить на g вот мы этим воспользуемся до нахождения времени падения с высоты h1 вот ну давайте и найдем так получается значит т 1 так это у нас т2 равно корень квадратный из следующего значения 2 здесь значит g вместо h мы запишем вот наше выражение получается в нулевой квадрат синус квадрат альфа так умножить на 3 здесь на 8 g так 2 остается 4 получается получается давайте это распишем что получается так корень квадратный не торопясь получается 3 в нулевое квадратное синус квадрат альфа делить на 4g квадрат извлекая корень мы получаем что т2 равно так т2 равно так в нулевое на синус синус альфа делить на 2g да еще все умножить на корень из 3 вот наконец последнее действие последнее действие чтобы найти все время когда они упадут на землю это время давайте обозначим тав вот здесь напишем тав равно время т которое было в самом начале вот оно находили его т вот оно кстати вот видите и плюс вот это т2 получается значит в нулевое на синус альфа делить на 2g умноженное на корень из 3 выносим за скобки в нулевое на синус альфа деленное на 2g так в нулевое на синус альфа деленное на 2g скобка будет 1 плюс корень из 3 вот правильный ответ вот а в ответе пробном eg давайте посмотрим там у нас 1 плюс корень из 2 ну полагаю что наверное это отпечатка так на самом деле 1 плюс корень из 3 это важный момент который заслуживает внимание как мне кажется в принципе и вся задача посмотрите проверяйте ответы все